У эфира программа «Новина региона» у студии Олена Мельщанкова. Витаю вас сегодня в выпуску. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Средиалистов в узком профиле на один день приехал из Могилева в районную поликлинику. Они на место примают пациенту, которым потребуется поглыбленное обследование. Проект накированный на формирование у насильництва мотивации до регулярных медоглядов. Получилось, что руку поломал в двух местах. И она сейчас не двигается? На данный момент нет. Но вот я приехал, чтобы меня на реабилитацию взяли пораньше. И будем разрабатывать. Далейшую реабилитацию Сергей может пройти только у областной больницы. Приезд специалистов узкого профиля для его доредше, як и іншим, кому потребно поглыбленное обследование. К гастроэнтерологу я вообще пришла. У нас его вообще нет. То есть мне нужно записаться в поликлинику в Могилев в областную. И примерно в месяц мы ждем приема. У нас отобрано 84 пациента для врачей-специалистов. Для шести. Это кому необходимы высокотехнологические вмешательства, кому необходимы стационарное лечение в условиях Могилева. И дальнейшие высокотехнологические методы обследования. По словах медиков, их задача повысить эффективность, якость и доступность першесной медицинской допомоги. И головное сформовать у насильництво мотивацию до регулярного проходжения диспансеризации. Первичный этап данной акции связан с тем, чтобы было проведено предварительное углубленное медицинское обследование всех категорий населения. Чтобы были вычленены категории с наиболее высоким уровнем риска развития неинфекционных заболеваний. Следующий этап это участие специалистов областного уровня, которые могли бы оказать ту медицинскую помощь, которая в определенной степени недоступна на территории района. Основное богатство нашего государства, как говорит наш президент, это люди. И сегодня должны быть люди здоровы. И чтобы это сделать, мы должны на ранней стадии выявить некие заболевания. По итогам 2018 года у нас на территории Чаловского района 98% прошло людей диспансеризации. Областный проект «Час выбирать здоровье» охопить все лета еще пять районных центров – Климовичи, Крычев, Мстислав, Шклов и Черков. Для профилактики риски развития неинфекционных заболеваний организована информационная кампания по формированию здорового ладу життя. Татьяна Сергеевич, Дзянис Бутылин, Новины региона. Работа громадских пунктов аховы правопарадку и назиральных комиссий выкликала наракание с боку прокуроров в области. Як зменить работу субъекту профилактики, позбавиться от выпадков формализму и отримать потребный выник? Про это вяли размову на тынье у прокуратуры в области. Нельзя начинать работу по профилактике злочинства, коли человек уже трапил у поля зроку правооховников. Так лечить прокуроры. Проводить профилактичные ахутерки с человеком треба тогда, коли он только, например, начал злуживать спиртными напоями. Просто-напросто по списку вызывается пять-шесть человек, тех, которые ближе живут, тех, которых сегодня видно, тех, которые сегодня придут. Поговорили, дали ему где-то расписаться и на этом захлопнули тетрадь и поставили точку. Нам же хотелось, чтобы работой Совета АПОП руководил, в принципе, участковый инспектор. Он является по штату заместительным председателем Совета АПОП и он лучше всех знает криминогенную обстановку. И самое главное – допомогать людям уладковываться на працу, умовлял человек, який зарабляя не пойдет к расти. И это будет головным выником профилактики злочинства, выполненной прокуратуры. По меркованию прокуроров, полепшить работу по профилактике пожаров можно только, когда и позбавиться от формального оставления до працы. В ряде районов, мы отмечаем Кричевский район, Дребенский район, где смотровые комиссии реально не обходят людей, которые нуждаются в том, чтобы им оказать помощь. А берут и просто расписывают в журнале, чтобы побывали там. И в результате у нас получается, что обход людей вроде бы как состоялся, а вот помощь, которую можно доказать исполком, а помощь эта заключается и в ремонте печи, и в оказании, может быть, помощи в установке АПИ. Назиральная комиссия и лечить прокуроры повинны сконцентровать свою працу на семьях, где есть дети со старылые. Отказывать за пожарную безопасность повинны и свояки. Однако досягнуть выникает только от громадкости и лечить у прокуратуры складана. Для этого есть милиция, ратовальники, представники мясовой улады. Миновата от них прокуроры чекают активного удела у профилактицы гибели людей. Наталья Ильинич, Александр Артемьев, Новинирегионы. В субботу другого соковика будет организована промая телефонная линия с наместником старшинни Могилевского Аблваканка Марусланом Пархамовичем. Пытание можно задавать на тему будовництва, архитектуры и жильевой политики. Телефонуйте 50 18 69 у Могилеве. Белтелерадиокампания открыта для талиновитых и креативных журналистов. И одной из тенденций новых сезонов станет наполнение контенту молодежными программами у тем лику и забавляльного характеру. Разглядается макчимость старту проекта по прикладу «Голос ТИХ-фактор». Про это ишла размова подчас встречи старшинни Белтелерадиокампании Ивана Эйсмонта с молодыми журналистами и выкладчиками Могилевского Державного Университета имя Куляшова. Тут не первый год працует своя студентская телебачення. Керевнику уголовного медиа холдингу Беларуси показали, как працует контент. А потом отбылась размова про великое телебаченне. Так как мы журналисты и нам интересно, потому что в принципе Белтелерадиокампания это хорошая платформа и для нас тоже. Мы не против, конечно, только ЗАП участвовать в проектах Белтелерадиокампании. Приятно, что уделяют этому достаточно большое внимание. Одна из главных задач – найти таланты. И я для этого езжу по всей стране. И для студентов, которые в ближайшее время должны будут найти себе работу, но, может быть, не могут определиться с тем, куда пойти. Я хочу сказать, что есть конкретные результаты, начиная от того, что некоторые люди уже, будучи студентами, начали работать на нашими новыми программами. Иван Эйсмант наведал и обновленный музей университета, где представлена история становления высшей научальной установки и биографии вядомых выкладчиков и выпускников. Среди них и президент Беларуси. А у лаборатории Могилевского технологического колледжа оточвают мастерство по гарачей карамели. Тут рыхтуются до международного чемпионата WorldSkills. Его еще называют олимпиадой для молодых специалистов працовных специальностей. Звычайно, это больше за тысячу конкурсантов с повсотни краин. Анастасия Данилова, представница Могилевского колледжа, по выниках республиканского отбора, увэшла у беларускую команду. Анастасия Данилова уже слове легенды сярод-коллегау. Яе пирожные тортики любят студенты и выкладчики-альмаматор. Яе якраз скончила молодая майстер и засталася тут працаваць. Можа выпекаць торт зусяго, што есть под рукой, кажуць прадзявчину. Фирменный мядовик рецепт не раскрывая, який секрет из своих перемог в международном турнире WorldSkills. На рахунку майстрицы золотые и серебряные медали. Рыхтуются до нового конкурса, тому ни дня без тренировки. Все время какие-то новые тенденции появляются, и нужно этому соответствовать. Учеба, учеба, учеба. Леп косматики, например. Это надо чувствовать каждый кусочек. Процесс подготовки участника очень сложный, длительный. Мы постоянно ищем креативные идеи, перенимаем опыт и мастерство у знаменитых кондитеров Республики Беларусь, России и Европы. Конечно, приносит свои результаты и участие в конкурсах профессионального мастерства. Естественно, является хорошим стартом трудовой деятельности выпускников. Это будет 45-й международный чемпионат молодых специалистов на керунке розны от столяро до веб-дизайнеров. Беларусы завышально представляют свои силы у цырульництве и громадским харчаванне. И даже если мы гелиучане, а у опошней сферы лидируют. На конкурсе работы оценивают международные вядомые эксперты. И когда признают мастерство, перед молодым специалистом открываются дверы. Кадзинские львы пятым разом примут уделу в республиканском финале по хоккее «Золотая шайба». Дитячая команда «Заграгородка» поблизу Могилева стала первоможцей областного этапа, який отбывся на лядовой пляце у Цишклова. После встречи в дивизионе «А», где гуляют команды с городов со штучным льдом, настал час «Золотой шайбы» для районов, где не ма лядовых палацов. В финальный участок областного этапа утрапили команды Засиповицкого, Крычевского, Костюковицкого, Черковского и Могилевского районов. На протягу двух дней хлопцы высветляли лепших у молодшей и старейшей у взрослых группах. Ну, мы хотели поиграть, это самое главное, потому что зима в этом году, ну, не очень, а в нашем районе катка, так сказать, нету. Ну, мы поиграли, игрой насладились, призовое место заняли, наш тренер рад. Ну, в общем, вот наша команда, и все довольны. Хоккейсты Сиповицкая и Олимпии стали бронзовыми призерами у старейшей у взрослых группе. А ось в финал сгуляли уже звыклые до этого кадинские львы с Могилевского района и команда Скрычева. 3-1. Финальный выник кадинские львы у пятый раз перемогать на областном этапе золотой шайбы. Это очень как-то весело и радостно, что команда побеждает. Хорошую команду привезли в этом году. Очень хорошую. Интересно было. 3-1 было, тяжело было с ними играть. В том году как-то полегче, сейчас вообще осилили хорошо. Еще чуть-чуть у них вторую пятерку добавить, пару человек, вообще было бы хорошо. Играли бы на раунду. Где катаетесь, где так тренируетесь? Коробку сами заливали. Сами заливали коробку? Да, сами ходили, месяц заливали. И вот месяц поиграли все. То есть какая-то фартовая коробка получается? Да. Кадинские львы едут на республиканский финал, даже как их молодшие сябры, которые так само стали первыми у своей взрослых группе. Заключенные гульни пройдут на при конце красавика. Андрей Шуляк, Миклай Соболев. Новины региона. И чемпионат Беларуси по шахматах завершился в Могилеве. После девяти туров вызначены мацнейшие спортсмены, сярут мужчин и женщин. Кто перемог на интеллектуальных гульнях, расскажет Олеся Рыбалка. Девять джонс потребилась для того, как вызначить переможцев первого этапа чемпионата Украины. У споборництвах у дел приняли амаль четыре десятки шахматистов. Лепшие выники и сярут мужчин, и сярут женщин у миншан. Это Виталь Мирбанов и Яна Ильючек. В шахматах нужно иметь хорошую концентрацию, внимание, память. Ну вообще, самая главная составляющая успеха – это талант плюс работоспособность. Когда эти две составляющие вместе, то это огромная сила. Лепший выник сярут просонюков Могилевской в области у 13-годовой Ксении Зеленцовой с Бабруйску. На ее добрые выступления различивали усе, и она, как кажут, не подвяла. Другое место чемпионату. Теперь перспективная шахматистка и мкнется до новой мары. И про это свертается до президента Фиде Беларуси. В этом году я уже многого добилась. Я смогла отобраться в высшую лигу, выиграла РБ-18. У меня по-прежнему стоит цель отобраться в национальную сборную. Поэтому я хотела бы попросить Анастасию Сорокину, чтобы меня привлекали к сбору национальной сборной. Чтобы я могла быстрее совершенствоваться. Приятно, что этот турнир удался. И тот, кто оказался сильнее, тот по праву завоевал путевки, как среди мужчин, так и женщин, представлять и участвовать в высшей лиге чемпионата нашей республики. Алиса Рыбалка, Александр Артемьев, Новин Региона. Первый день весны нам принеси оранжевый узровень небеспеки, кажут синоптыки. Чекаются дренные умовы надворья у первой червы с запорывистого ветра до 18 метров за секунду. И у додаток мокрый снег и гололедится. Температура по ветру от минус 1 до минус 6 градусов. По словам синоптиков, на Могилешину идут холодные фронты с полночи Европы. Атмосферный тиск будет интенсивно расти. И надалей, по прогнозе, поколь не продбачится веснового надворья. Ветер хоть и тиши, але все ровно моцный, до 14 метров за секунду. Мокрый снег и дождь прогнозуются не только на кончаток этого тыдня, але и на початок нового. У ночи еще ищется довольно мощный мороз с местами до минус 13 градусов. И только в день слупок термометра все больше стабильно замацовывается на отзнаках выше за 0. В среднем до плюс 5 градусов. Самые актуальные новины в области на сайте ТВР Могилеу. Кропка бая так само в группах у социальных сетках. А я на этом с вами развитываюся. Доброго вам настрою и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова